Здравствуйте! Мы продолжаем нашу авторскую программу. Сегодня наша речь пойдет о таком важном разделе безопасности, как виктимность поведения. В нашей студии автор методики обеспечения безопасности женщин Роэда Маэстро. Каким образом человек, ставший жертвой преступления, способствует этому преступлению? Ведь фактически он его как бы организует, и он создает почву для этого преступления. Виктимность поведения – это то самое поведение, когда человек делает все возможное, чтобы привлечь внимание преступников и стать жертвой преступления. Прежде всего, говоря о виктимности поведения, хотелось бы указать на следующие моменты. Самый важный момент – это принимаемые решения, методика принятия решений. Если принято ошибочное решение, то и действия по этим решениям ошибочны. Например, как многие помогают преступникам, например, ограбить свою квартиру. Уезжая в отпуск на дачу и так далее, Оставляют на подоконнике цветы, и их никто не поливает. Они засыхают. А преступники, прежде чем ограбить квартиру, всегда наблюдают, выбирают объект. Каким образом? Видя, что цветы засохшие, они делают вывод, что там никого нет. Делаются контрольные звонки в дверь и так далее, и так далее. Убеждаются, что хозяев нет, квартира ограблена. Они приезжают, все, что нажито за многие годы, пропало. Следующее. Еще чаще встречается, когда сердобольные мамы оставляют в дверях записку для своих сыновей и дочерей. Буду во столько-то. Ключ под ковриком. Чудесно. Подходит преступник, читает записку, открывает дверь, видит, сколько у него времени для грабежа. Все прекрасно. С маленьким ребенком он справится без всяких сложностей. Таким образом, подвергается опасности не только квартира, но и жизни ребенка. Далее. Как определить, что в данном подъезде, в данной квартире никто не проживает длительное время? На первом этаже обычно стоят почтовые ящики. Один почтовый ящик переполнен. Чудесно. В этом, в этой квартире долго никто не проживает, никто из нее не выходит, потому что не забирают почту. Хорошо. А каким образом с этим бороться? Ведь люди все равно в тех или иных случаях, ну скажем, уезжают в отпуск, на отдых и так далее, вынуждены оставлять свою квартиру. Они не могут поливать цветы, они не могут там включать свет и так далее. Они не могут вынимать почту из почтового ящика. Хорошо. Значит, есть еще один момент, о котором я не сказал. Еще более сложный. Это к вашему вопросу. По ночам, если люди уехали, не горит свет. Для этого есть соседи, есть друзья, которых можно попросить это делать. Поливать цветы, вытаскивать почту. Можно на почте сделать заказ. Чтобы с такой-то, по такой-то период, вся корреспонденция оставалась на почте. Потом вы приехали, пришли и забрали. Таким образом избегается именно эта вективность в данном вопросе. Сосед может заходить и включать свет на определенное время. Каждый вечер. Друзья, родственники и так далее. Может кто-то из друзей или близких поселится на это время. Ваше отсутствие. Дальше. Есть специальные устройства технические, да? Которые позволяют включать свет в определенное время. Общеизвестная вещь. Квартиру ставят на охрану. Во вневедомственной охране. Стоит это недорого. И приемлемо практически для всех. Любое проникновение в квартиру. А сейчас очень современная аппаратура есть. О ней неоднократно рассказывало и наше телевидение. И многие виды литературы говорят об этом. И журналы и так далее, да? Пожалуйста, любое проникновение моментально сообщается. Вневедомственная охрана работает путем патрулирования. То есть каждый регион, каждый район, каждые там несколько кварталов патрулирует бригада. И как только срабатывает на пульте, это все высвечивается, даются команду в машину, дают команду в машину. И бригада буквально через минуту, через две находится на месте. Обычно она заходит в квартиру и предлагает всем, если есть оружие, выйти с поднятыми руками, потому что они открывают огонь на поражение. Знаете, я имел возможность убедиться в эффективности вневедомственной охраны. У меня был такой случай, когда мне проводили кабель для скоростного интернета. Случайно задели телефонную... Ну, как известно, охранная сигнализация подключается к телефонным линиям. И случайно там что-то задели. В общем, буквально действительно через пару минут появились вооруженные милиционеры, которые там, скажем, проверили наши документы и так далее. И еще хочу сказать такую вещь. Возвращаясь к записке и ключу под ковриком. Ну, скажем так, в хороших домах люди просто нанимают консьержку и записки и ключи для детей оставляют у консьержки. Что Вы еще можете сказать? Какие аспекты витимности, касающиеся быта? Ну, вот очень яркий пример. Очень яркая ошибка, которую делают часто женщины. Она приходит на рынок. Ей надо за что-то заплатить. Она достает в руку огромную пачку денег, а заплатить нужно там всего 100 рублей. Таким образом, огромное количество людей видит, что при ней находится очень большая сумма. И она волей-неволей делает себя именно тем объектом, за которым нужно идти и в тихом укромном месте лишить ее этих денег. Такие вещи недопустимы. Недопустимы. Правильно. Хранить деньги при себе, во-первых, в разных местах. А если и в кошельке, то в разных отсеках. Крупные купюры. От мелких. Доставать столько денег, сколько нужно. Ни больше, ни меньше. Многие женщины соблюдают эти правила. Они даже кошелек никогда не достают из сумки. Они просто открывают сумку, в этой сумке выбирают нужное количество денег, и нужное количество денег именно достают. Это правильное поведение. Это раз. Второе. Преступник не полезет в любую квартиру. Как они выбирают эту квартиру? Дорогие окна говорят о достатке того или иного жильца. Дорогая дверь, которая в корне отличается от всех в этом подъезде, тоже говорит о достатке этого дома. Нет смысла рисковать преступнику и залезать в дом, где нет ничего ценного и где живут бедные люди. Это пустой риск. Примером вективности поведения очень часто бывает и поведение женщин за рулем. Об этом уже писалось огромное количество раз. Огромное количество передач было. Все равно все продолжается. Садится в машину, двери не блокируются. Их даже прозвали уже преступники, паршютистками. Потому что открывают двери, хватают за волосы, выбрасывают, садятся ключ. В замке зажигания уезжают. Или еще чаще, бросают все сумки и кошелек, и документы, все на заднее сидение. Один человек отвлекает, другой открывает заднюю дверцу, лишает ее и денег, и документов, и исчезает. Очень опасное бывает поведение, когда начинают одни выезжать, например, за город. Как правило, большинство не умеет отремонтировать машину, не умеет поменять колесо. Здесь вытворяют невиданные подвиги. Едет, проколола шину, остановила и начинает голосовать. Кто около нее остановится, она не знает. Вероятность того, что на тихой дороге она столкнется с людьми с криминальным мышлением, при таком поведении крайне велика. А что делать в этом случае? Не выходить из машины, а вызывать помощь. Или родственников, или техпомощь. Дальше. Машина должна быть. Каждая машина, где за рулем сидит женщина, должна быть оборудована, и в ней должно находиться средство индивидуальной защиты. Когда мы дойдем до этого раздела, мы поговорим о таком средстве, которое мы рекомендуем. Легкое, маленькое, никого не убивает, никого не калечит, не требует никаких разрешений правоохранительных органов под названием ПА-2. Вот что мы рекомендуем. Очень часто женщины совершают такие ошибки в силу незнаний основ мужской психологии. То есть часто женщина сама соглашается уединиться с незнакомым мужчиной, приходит к нему домой, садится в машину, соглашается с ним пойти куда-то там, в ночной клуб и так далее. Ну это наиболее распространенное. Дело в том, что здесь зарыта очень серьезная опасность, связанная с природой женщины, с природой взаимоотношений с мужчиной. Нормальное явление, что женщина хочет понравиться мужчине, да? Это все нормально. Но когда она старается понравиться всем подряд, то очень часто использует какие методы? Очень вызывающая одежда. Часто обнажает самые интимные части тела, да? Причем не для любимого человека, а для всех подряд. Когда она проходит по той или иной улице, находится в том или ином месте, из людей, которые окружают, большинство это нормальные люди, да? Но есть люди и с криминальным мышлением. И надо понимать, что людей с криминальным мышлением в нашей стране несколько миллионов. Ну вот, в данном случае женщина со своим мужем наняла работников. По внешнему виду далеко не ангелы. Все их поведение, их взгляды говорят о неподдельном интересе именно к ней, как к женщине. Демонстрировать красоту своих ног и наличие нижнего белья – это практически провоцировать людей с криминальным мышлением. То есть, это крайне неосторожно. Другой момент, который очень часто бывает, когда звонят или стучат в дверь, люди начинают, не спрашивая, кто там, открывать дверь. С какой целью пришел? Когда женщина одна находится, она практически беззащитна перед любым мужчиной, который значительно физически сильнее ее, да? И она не знает, с какими намерениями он пришел. Она не знает, кто это, какое у нее мышление и так далее. Все равно открывается дверь. Да, вот, в принципе, характерное поведение, да? С одной стороны, как в народе говорят, очень часто идет заигрывание и расчет на то, что будет рыцарское, джентльменское поведение с ней. Да? Расчет на то, что это пришел хороший человек, неправильный расчет. Исходить и готовность должна быть всегда к худшему варианту. Если ты готов к худшему варианту, то любой нормальный, порядочный вариант не сражен. Но если ты не готов к худшему варианту развития событий, тогда ты оказываешься застегнутым врасплох. И становишься крайне уязвимым. Есть такие традиционные места, которые представляют наибольший риск. Места, можно сказать, повышенной опасности для женщин. Это, как ни странно, ночные клубы, дискотеки. Ну, традиционно это известно, пустынные улицы. В связи с появлением за последние 15 лет так называемой ночной жизни появилась опасность прежде всего того, что преступник всегда ищет отсутствие свидетелей. Ночные клубы – это то самое время, когда на улицах мало народу. По пути в ночной клуб уже нередко может создаваться опасная ситуация. Присутствие в ночных клубах, где, к сожалению, очень часто идет чрезмерное употребление спиртного и наркотиков, также представляет угрозу. Для России это очень характерная вещь, когда многие теряют просто человеческий облик при злоупотреблении спиртным. Если человек становится агрессивным, соответственно, он представляет угрозу. Дальше из этого ночного клуба надо добираться домой. И опять-таки начинают добираться тогда, с пяти часов утра, как обычно открывается метро и так далее, да? Когда на улице очень пустынно. Следующее. Пришли на дискотеку, в ночной клуб, заиграла хорошая музыка, бросают свои напитки на столах и убегают танцевать. Никто-то этими напитками не смотрит. Последнее время так пострадало огромное количество молодых девушек. От школьниц, студенток, да даже взрослых женщин. Им спокойно подсыпают наркотические вещества, причем независимо, с мужчинами они или без. Со всем столиком становится плохо. Под видом оказания помощи девушек выводят на улицу, сажают в машину. Вывозят в укромные места, обычно в лесопарковую зону. Насилуют. Если они проснутся, это хорошо. Могут просто дозу нарушить, и она умрет от передозировки. Той отравы, которую туда всыпали. Утром просыпается, она не помнит ни как ушла, ни с кем ушла, только понимая, что ее изнасиловали. А молодые люди очнутся только под утро. Охрана, которая везде там существует, обычно видит, что девушке плохо, и ей молодые люди помогают удалиться. Она ничего не помнит. Но даже это не столь страшно, как другое. То, что их бросают ночью под открытым небом. Очень многие умерли именно от переохлаждения тела. Климат у нас далеко не африканский по ночам. Даже летом можно умереть от переохлаждения тела. Но достаточно часто бывают случаи, когда согласие, допустим, хорошо провести время, попить пивка и так далее, с каким-то малознакомым человеком, приводит к трагедии. Об этом очень много говорится на центральных каналах. Об этом было много передач. Известное, например, дело рязанского маньяка, который таким образом похитил двух девушек. Они возвращались в дискотеки. Он предложил им сначала прокатиться на машине, подвезти их. Потом предложил выпить вина, в который был подсыпан какой-то там, то ли снотворный, то ли какой-то препарат. И в итоге девушки оказались в заточении. Ну вот, это трагедия, в общем-то, которая потрясла, пожалуй, всю страну, и вся страна о ней знает. Девочки провели из-за своей ошибки под землей почти 4 года, выступая в роли сексуальных рабынь. Одна из них трижды, кажется, была беременной. И лишились еще и своих детей. Так, вот элементарная ошибка, допускаемая очень и очень многими. Идут с дискотеки, ловят машину, садятся к незнакомому человеку. Он предлагает выпить там пиво или еще что-то. Им дает отравленный напиток, они теряют полностью сознание. Он их привозит, спускает свой в подземный бункер, в котором они провели очень много лет. То есть, классический пример, как люди своими действиями сами искалечили себе жизнь. Сейчас вообще очень много преступлений связано именно с таким, с частным извозом. Обычное дело, вечер или ночь, девушка останавливает машину, садится с незнакомым человеком и просит ее куда-то отвезти. Да, действительно. Частным извозом стало заниматься очень много народу. И очень распространенная линия поведения, это примерно следующее. Заводят милый разговор, показывают очень мирные намерения, показывают, переводят разговор на любимые напитки. Потом или предлагают этот напиток, или останавливаются около определенного киоска, где девушка может купить этот напиток. Она ничего не подозревая, подходит к этому киоску, получает, например, бутылку пива, открывает ее, пьет. Потом больше ничего не помнит. Результат, как правило, изнасилования и ограбления. Ничего вспомнить не может. Просто в этом же киоске, по сигналу водителя, ей дают определенную бутылку. Еще чаще просто сам водитель предлагает. Дальше не менее характерные приемы и сами себе барышни создают проблемы, когда, например, очень любят ходить в бильярды, поиграть в клубы специальные. Но одевают такие наряды, что явно хотят привлечь внимание всех мужчин и показать всю красоту своего тела. Забывая о том, что среди тех, кто их видит, могут быть как нормальные люди и люди с криминальным мышлением. Поиграв, отказав, например, всем кавалерам, которые им что-либо предлагали, они спокойно уходят. Но забывают, что очень часто вслед за ними выходят те, кто решил овладеть ими. За ними идут до тех пор, пока не выпадет удачный момент, не будет тихо вокруг. И подходящее место. Таким образом, сами себя подвергают опасности. То есть, хотят очаровать всех и не думают о том, что в стране просто миллионы людей с криминальным мышлением. Когда с девушками заводишь речь о виктимности поведения, о том, о чем вы говорили, они очень часто задают встречный вопрос. Ну а как быть? Как быть, что нам носить по ранжу, отказаться от дискотек, от ночных клубов, не пользоваться услугами таксистов? Как быть в этих случаях? Ну, во-первых, про таксистов. Надо вам ночью добираться. Вызовите такси из фирмы. Сели в такси. Садитесь на задние сидения. Прежде чем сесть, посмотрите на марку машины и на номер машины. Сели. Даже это, если частное такси. По мобильному телефону сообщите своим родственникам, что выезжаете оттуда-то и скоро будете. Сообщите номер машины, цвет и марку. Водитель, водитель, после того, как услышал, даже не важно, дозвонились вы или нет. Но после того, как он услышал, что известно все про его машину, в какое время человек сел, он никогда, никаких действий, будь он последний преступник, никогда ничего не предпримет против жертвы. Вот один из способов правильных действий и недопущения объективности поведения. Далее. Надевать можно любые наряды, если вы находитесь с мужчиной, которому полностью доверяете, и близость к которому вы сами желаете. Но надо учитывать еще и о том, каким образом вы будете, например, добираться в ресторан. Надо учитывать, какая публика будет в этом ресторане. Потому что вы можете прийти с абсолютно нормальным человеком, но в этом ресторане будут отдыхать такие люди, которые, только увидев вас, захотят овладеть вами. Поэтому, находясь даже в таких местах, увидели такую обстановку, не спешите убегать. Вызовите своих друзей, иногда, может быть, даже милицию, и просто обратиться с просьбой, помогите нам добраться и так далее. Вызовите такси, сядьте и уедьте на этом такси. Дальше. Выходя вечером, всегда надо учитывать, что придется возвращаться. Что вы даже с молодым человеком, но один он не справится. Поэтому обычно подготовленная женщина всегда берет с собой такие средства, как ПА-2. Некоторые берут перочинные ножи с выскакивающими лезвиями. Здесь надо предупредить, до 15 сантиметров лезвие у перочинного ножа допустимо. Эти вещи могут пригодиться. ПА-2, пистолет аэрозольный, да, вот, с выжимкой из перца, хорош тем, что позволяет отразить нападение нескольких человек и помочь своему мужчине. Через 20-30 минут все нападающие будут абсолютно здоровы, и любая экспертиза скажет, что они абсолютно здоровы. Но его применение на 20-30 минут отвлечет их, и вы сможете уйти из опасной зоны. Вот такие рекомендации. Часто бывает, что женщины провоцируют ответную агрессию не только своим поведением, манерой одеваться и так далее, а элементарно какими-то словами, какими-то неуместными шутками и так далее. Это наиболее опасный, пожалуй, момент, который существует в нашей действительности на сегодняшний день. Суть этой опасности заключается в том, что многие отвечают хамством на хамством, силой на силу. Это как раз относится к основам мировоззрения. Всегда говорят, да он же виноват. Он же мне так сделал, я ему так же ответил, не понимая, какие будут последствия. То есть это обыкновенные изъяны в воспитании и неумение думать. Это роковые ошибки. Особенно часто это встречается в часы пик в транспорте. Когда начали опрашивать девушек, они все жаловались, что да, вот в часы пик в транспорте постоянно сталкиваются с тем, что кто-то лезет к самым интимным частям тела. Но в то же время они начинают оскорблять при всех. Дальше. Многие начинают применять силу. Он может все это вытерпеть или саму из нее сделать посмешище в этом же транспорте. Но самое опасное это те, кто выйдет потом и пойдет за ней к дому. Здесь бывает часто избиение или избиение с изнасилованием. И часто это делается не из-за того, что хочется секса ему, именно с ней, а именно с целью наказать. То есть сами себе создают опасную ситуацию. И потом не знают, как вылезти из нее. Некоторые умудряются даже применять физическую силу к мужчине, которая значительно сильнее ее. В расчете непонятно на что. Это просто выплеск эмоций, которые не держатся под контролем. То есть отсутствие любой мысли о личной безопасности. И для многих это кончилось инвалидностью, а не для некоторых и смертью. Ну вот характерный прием, пример, да. Применение силы. Когда применять силу нельзя, надо применять хитрость. В подобных ситуациях. Ни в коем случае не создавать себе проблем. Не менее наглядный прием, пример, и в других фильмах. Например, в свое время нашумевший фильм был такой. Авария дочь мента. Абсолютное неправильное применение силы. Бесполезное, абсолютно ухудшающее и так трудное положение. Да, вот элементарно как раз все. Три человека, мужчин, которые физически во много раз сильнее, да, и идут, и ясно, что они будут применять силу, да. Какой смысл одному из них наносить удар бутылкой, когда двое других, даже если его выведут из строя, разорвут ее просто на части? Девочка села в машину с незнакомцами. Все было очень просто. Она идет по улице, останавливается, вернее, проезжает мимо машины. Ей предлагают покататься легко. То есть она садится в машину, ее привозят, пытаются изнасиловать. Первый раз отец сумел ее отстоять. Во второй раз она попала на те же самые грабли. Многие поступки у женщин диктуются не логикой, не знаниями, а именно эмоциями. Это абсолютно ее решение. Но она точно так же забывает сказать и другую часть, что за свои ошибки по всей справедливости она должна сполна платить. А не понимать и закрывать глаза на реально существующую опасность – это и есть виктимность поведения. Мне кажется, что есть один фильм, который очень ярко иллюстрирует то, о чем мы сейчас говорим. Фильм достаточно известный, и он как раз-таки получил свою известность благодаря детально снятой сцене изнасилования. У нас в данном случае интересует не столько сама сцена изнасилования, сколько те шаги, которые привели к этому изнасилованию. Ну это шедевр в виктимности поведения здесь. Виктимность поведения буквально на каждом шагу. И очень типичный случай. Сначала она ссорится, ночью пришла с мужчиной, ссорится и уходит одна. Очень распространенная ситуация для многих женщин. Дальше. Выходит одна на улицу, где, в районе, где работают проститутки. Где работают проститутки, там работают и сутенеры. Сам бизнес криминальный. Дальше. Одна в очень откровенном платье, которое больше похоже на ночную рубашку, демонстрирует, что под этим платьем ничего нет. Он спускается в подземный переход, где тоже ни одного человека нет. Дальше видит, что совершается преступление, избиение, что опасный человек находится вместо того, чтобы уйти как можно быстрее. Она остается там. Вот, в принципе, все, что можно сказать по этому эпизоду. К сожалению, наша сегодняшняя передача подошла к концу. Мы продолжим разговор и о эффективности поведения, и об основах мировоззрения, о том, как можно избежать многих опасностей, как можно изменить свой образ жизни таким образом, чтобы не быть жертвой. До свидания. До свидания.